Кабы не было зимы в городах и селах, мы б не знали кути рюмы этих дней веселых. Здравствуйте, друзья! Мы не где-нибудь на Крайнем Севере, мы на РЖД-арене. Это стадион Локомотива, но так вышло, что апрель вот такой снежный. И игра сегодня будет, прямо скажем, ух, наверное. И ближайшие 30 минут мы будем животрепещущие обсуждать все, что связано с этим матчем. Саркис Ромаисович Аганисян, руководитель программы развития молодежного футбола в Локомотиве. Здравствуйте, Саркис Ромаисович! Здравствуйте, добрый вечер! И Алисия Серегина, руководитель всех мужчин по утрам, кто смотрит программу «Все на матч!». Отличное представление, Миша, спасибо большое! Всем привет! Ты так здорово вошел энергично в эфир! Мне хочется сейчас, как раз, видеть снежинки ртом, потому что, как в детстве, они такие большие, эти кнопки летят, и такая праздничная атмосфера. Ты можешь начинать, это сделает рейтинги, мне кажется. Думаешь? Я боюсь, потом на небо разойдется. Давайте для начала, все-таки, пока мы тут еще не полностью, у нас засыпало снегом, посмотрим некоторые футбольные вещи, а именно расписание тура, турнирную таблицу, чтобы понимать, что в целом происходит. Мы, конечно же, сегодня будем говорить про Локомотив и про Спартак, но расписание 23-го тура на ваших экранах. Здесь уже некоторые матчи сыграны, ну и, конечно же, матч тура сегодня Локомотив-Спартак, плюс, конечно, Краснодар-Динамо. Еще очень интересный матч будет, потому что мы следим, ну, там, верхняя часть турнирной таблицы. Да, может измениться. Ну и турнирная таблица, какая она сейчас? Шестое место Локомотива, которая сегодня может стать... И пятым, да, если удачно все сложилось. И пятым у Спартака, да, Миш, немножко все-таки отстает он, ну, буквально на три позиции, но все-таки пониже находит. Да, учитывая, какая борьба идет там сейчас за стыки, мне кажется, что у Спартака понемножечку там уже подпекает, потому что нужно очки набирать, как вы считаете, Сэрбис? Ну да, надо постараться обязательно набирать очки, туда подниматься чуть выше. Потому что мало игр остается, и чем ближе к чемпионату, тем надо побольше очков набрать, чтобы побольше подняться на турнирной таблице. Да, Сергей Сарамович, а вот вопрос такой, по поводу вашего прогноза на сегодняшний матч, причем мы там попозже будем говорить о статистике игр той и другой команды, но вот относительно погоды, вот такой вот совершенно неожиданной сегодня, как вы считаете, как это может повлиять на исход матча и повлиять? Ну, влиять, конечно, влияют погодные условия. Тут все можно ожидать, любая передача, вратарю, партнеру, надо учитывать силу передачи, не знаешь мяч, где можешь застрять в снегу, хотя вроде стараются сотрудники стадиона снег убирать, но все равно будет условие очень тяжелое. Да, я думаю, будет. Сергей Сарамович, у нас для вас есть небольшая игра, мы сегодня подготовили, не только мы, но и замечательный партнер Локомотива, официальный партнер Локомотива, букмекерская компания Фонбет, вам нужно будет постараться угадать, ну или спрогнозировать, можно так сказать, ответы на некоторые вопросы. Итак, у нас 4 вопроса, мы будем по одному задавать, а вы будете по вашему мнению отвечать. Кто из перечисленных игроков, на ваш взгляд, вероятнее забьет гол и почему? Ян Кухте, Вилсон Изидор, Шамар Николсон или Квинти Промес? Ну кто-то оденешь в четверых? Или могу по пару фамилий? Мне кажется, вы можете выбрать несколько вариантов. Ну, обосновать. Ну, Кухте, Изидор. А, ну, то есть как бы, я, кстати, думала, что 2 мяча сегодня по что бы делал. Мой выбор на этих двух игроках. Просто если вам интересно, смотрите, по мнению Фонбет наибольшая вероятность забить у Шамара Николсона, коэффициент на его гол 2.75, у Промеса 2.9, у Кухты 3, у Изидора 3.25. То есть пока люди как-то покажут, ну, вы среди тех. Ну, я согласен, что Изидор Кухта пусть забьют. И ладно, я соглашу, чтобы Никольсон тоже забил хотя бы один. А, ну, то есть вот так вот, да? Второй вопрос, опять же, связанный с погодными условиями. Будет ли хотя бы один гол в матче забит и за пределом штрафной? Немножко, ну, вероятность маленькая очень. Потому что добить при такой погоде тяжело будет до ворот, но вероятность очень маленькая. Но вот коэффициент на это событие Фонбет 2.75. Да. Смотрите, несмотря на снег и холод, на поле во время дерби всегда кипят страсти. Но это не обсуждается. Как вы считаете, будет ли в сегодняшнем матче показана красная карточка? Я думаю, что будет. Ну, я скажу так, если судит, судя Карасев, желтое, красное, минимум 3-4 штуки будут. И 6 пенальти. Ну, не факт, и пенальти красная. Ну, вот коэффициент на это Фонбет дает 3. Что будет в удалении в матче. И последний вопрос. На какой исход матча вы бы поставили фрюбет 2 тысячи рублей от Фонбет? Ну, конечно, на победу Локомотива, конечно, только. Победу Локомотива? Да. Победа Локомотива как в центре 3-7. Ничья 3-3. И победа в «Партаках» как в центре 2-2. Вот так вот. Но я вас поддерживаю. Победа Локомотива я поставила. Да, Локомотива вперед. Ну, а мы напоминаем, что всех болельщикам ждет 2 тысячи рублей при регистрации в приложении Фонбет, если вы регистрируетесь по коду FCLM. Удачи вам! Выигрывайте коэффициенты. Мы объявили. Дальше дело за вами. Ну, а мы давайте, пока есть возможность, вспомним прошлый матч со «Спартаком». Вот тот в 14-м туре 1-1, где большую часть времени Локомотив играл в большинстве. Но при этом 1-1. «Спартак» сравнял в десятером. Помните ту игру? Да, я помню эту игру на открытии арене. Локомотив очень хорошо сыграл первый тайм. Мне кажется, немножко на исход матча повлиял то, что у игра «Спартак» получил красную карту, что кто-то из игроков не помнит. Литвинов, он, кстати, сегодня в старте. Литвинов, да, получил красную карту. И после этого, мне кажется, ребята немножко подумали уже, все равно 1-0 ведем. Плюс на одного игрока больше, может, где-то расслабились. А «Спартак» наоборот, они второй тайм очень прибавили в движение и в моментах создали много. Поэтому и, может, и пропустили наши. И, к сожалению, игра закончилась 1-1. Хотя вполне могли по этой игре 3 очка набрать. Есть ощущение, что сегодня... Ну, мы уже говорили про удаление. Есть ощущение, что сегодня все может быть так же, как, например, в прошлом матче с Ахматовым? Когда вот эти 3-2 ничего непредсказуемо и моментов много у соперника. Или сегодня все-таки вот это все помешает создать много моментов и голов? По поводу голов, мы плохо услышали. Прошлый матч был с Ахматом очень результативный. Да, там много было моментов, много было ударов. Да, вот это все сегодня на руку моментам и голам или нет? Или они будут неточные, например, застойского поля? Нет, ну, мне кажется, голов мало будет, потому что при таких тяжелых условиях, ну, мне кажется, мало будет голов. Хотя в последних играх «Локомотив» очень многие и забивают, и пропускают вот... Ну, радует, что забивает много, а не радует, что пропускаем много тоже. Хотелось бы поменьше, поменьше пропускали. Мы напоминаем, вдруг, если вы забыли, что ОАО «РЖД» – генеральный спонсор футбольного клуба «Локомотив» Москва. И по-прежнему продолжаем беседовать с Аркисом Агинесианом. А у нас же, кстати, сегодня студия, Олесь, ты же помнишь, да? Да, у нас сегодня студия не ограничивается, а бровка, она расширяется. И к нам подключается наш коллега Гивит Волтвад. Он сейчас работает на площади перед стадионом, да, и разговаривает с болельщиками. Он готов передать атмосферу, показать, что там происходит. Вот в такой погоде кто пришел поддержать любимый клуб и как они, собственно, это делают. Вместе с нами проводим космическую операцию. И вы, естественно, коллеги, спасибо. Ну что, у нас тут 52 февраля. Рядом со мной уже готовые два сугроба. Настоящие болельщики. Пришлось поморозить. Но настоящего болельщика так и сразу вопрос. Вот в пику этой погоды. Как нужно собираться на футбол вот в такие невероятные снегопады? Что иметь при себе? Теплые носки. Вообще полная амуниция какова? Ну, одевать, как обычно, теплое белье, термобелье, одежду потеплее. И чая выпить горячего. Алкоголь лучше не принимать. Будет только хуже. Нет, ну на это же мы и намекали. Здесь термобель, на ноги, что там, валенки или тройные носки. Да нет, обычные ботинки. Зачем валенки? Хорошо. Семейный поход. Я понимаю, что вы уже человек от детей. Подтягиваете еще кого-то? Может быть, с собой, друзей? Вот сколько вы приучили народа к футболу? Давайте так. Ну, трудно посчитать. Родители мои ходят иногда на футбол. Жена ходит часто с нами на футбол. Теща ходит. Даже приезжают знакомые из Марок, Армании. Ходят с нами тоже на футбол. Ну, это прекрасно. Соответственно, какой стаж уже у вас? Я еще Горлаковича помню, игравшим за локомотив. Ну что, друзья, вот такая семейная... Семейный подряд у нас. Спасибо большое, Валерий, что сегодня вы с нами. Ждем вас на трибунах. Коллеги, вам слово. Спасибо большое, Гивит Валтвадзе и его собеседникам. Вообще, все, конечно, ощущение, что мы сейчас пришли на гор, как кататься где-то под Новый год. Да, как это праздник, массовое гуляние, да, как у них сейчас будет происходить. Такую атмосферу, веселье, снег. Ну и еще раз напоминаем, что официальный партнер футболевого клуба «Локомотив Москва», букмекерская компания «Фунг Буэт» предоставляет вам шанс получить 2000 рублей при регистрации в приложении по коду FZLF. Ну а пока вы это делаете, мне кажется, можно и посмотреть небольшой сюрприз от «Локомотива». Олеся, расскажи, что за сюрприз. Действительно, сюрприз. У «Локтовой» теперь появится новая рубрика, называется «Локопипл», в которой я, Олеся Перегина, буду вас знакомить ближе с игроками команды, с представителями клуба, вообще с теми, кто имеет отношение к «Локомотиву», и о ком бы хотелось рассказать, и кого бы хотелось показать болельщикам. Но и в целом, мне кажется, что люди должны знать больше о «Локомотиве». И сейчас вышел первый выпуск с Даней Худяковым, самым молодым игроком команды, самым… С любимым футболистом «Алеси» Серегиной после Дмитрия Сычева. После Дмитрия Сычева, конечно, потому что у меня давняя история с «Локомотивом». Дима сейчас уже не играет, Даня пришел, у него глаза горят. И вот мы его сразу взяли и показали, собственно, очень, мне кажется, неплохо получилось. Полная версия будет в «Контакте» у «Локомотива» сейчас. Смотреть, давайте смотреть. Пожалуй, главный герой вообще «Локомотива» в последнее время. И не только потому, что молот, а еще и потому, что силен в воротах Данил Худяков в программе «Локопипл» у Олеси Серегина. Давайте смотреть. Привет всем болельщикам «Лока». Я Олесь Серегина. И прямо сейчас хочу презентовать вам новую рубрику для «Локопипл», из которой вы сможете лучше узнавать об игроках и представителях любимого клуба. И первый герой сегодня – Даня Худяков, самый молодой игрок команды. Поехали. Рубрика «Локопипл». И Даня Худяков вручает свою команду в 17-летний «Страж ворот». Даня, привет. Привет. Как настроение? Давай еще раз. Мы пока не можем дать пятеру друг другу нормально. Даня, привет. Привет. Как настроение? Все хорошо. После тренировки? Да. Устал? Немножко, да. Будем говорить сейчас о твоей футбольной карьере. Давай из недавнего тебя впервые в жизни вызвали в молодежку в марте. Как впечатление? Что почувствовал? Ну, было неожиданно. Вообще, мне сначала пришел вызов в юношескую. И потом через несколько дней только я узнал, что еще есть вызов в молодежную. До последнего момента не понимал, куда я поеду. Но в итоге поехал в молодежную сборную. Ну, впечатление положительное. Очень понравился коллектив, тренера. Все было на высшем уровне. Как тебя приняли там? Ты себя чувствовал комфортно? Да, комфортно. Ну, все ребята, тренера хорошо приняли. Поддержали, поздравили с первым вызовом. Поэтому все хорошо прошло. Мне понравилось. Дань, мы не просто так решили с тобой записать эту часть интервью в машине. Потому что ты недавно совсем получил права. Еще более недавно купил тачку классную, спортивную. Расскажи, как тебе за рулем? Уверен, не уверен, а еще такой небольшой стаж. Ты вот уже так по городу гоняешь. Ну, вполне уверен уже, несмотря на то, что всего два месяца, как получил права. Ты два месяца за рулем, в спортивной тачке, ездишь по городу, еще на вопросы отвечаешь. Ну да, все. Ну, уже довольно много практики получила. И поэтому все хорошо, уверен. И вообще не боюсь ездить. Ну, я же спрашивала про кумиров футбольных. Ты сказал Роналду Месси. Ну, может быть, есть еще кто-то, кто оказал на тебя влияние сильное по жизни? Может быть, не футболист? Какой-то человек для тебя важный. Ну, родители. Это самые важные и главные люди в моей жизни, которые делали все, чтобы у меня все получилось. Отдавали все силы, все свои возможности. Вот, и я очень им благодарен. Хотел спросить у тебя, чем ты занимаешься в свободное время, но потом подумала, есть ли у тебя свободное время, вообще, учитывая график тренировок, ты еще учишься, вроде, да? Не учишься? Не, не учусь. Ну, в свободное время могу погулять с друзьями, съездить, могу просто дома поспать, поиграть в PlayStation. А что играешь? FIFA. Ну, конечно. Даня, спасибо тебе за ответы, очень интересно тебя послушать, но не могу я тебя отпустить прямо сейчас. Тебя впереди ждет еще Блиц-опрос. Надеюсь, он тебе понравится. Пошли. Пойдем. Бутсы или кроссы? Кроссы. А крошка на квасе или на кефире? Никакая. Силовая или кардио? Силовая. Пойти в зал или бегать на улице? Бегать на улице. Шумная вечеринка или ужин дома? Ужин дома. Рэп, рок или попса? Рэп. Если включаешь телевизор, то какой канал? Матч ТВ. Правильный ответ. Брюнетки или блондинки? Блондинки. В чем сила? Близких. Даня, спасибо тебе. Ты красавчик. Успехов тебе. Я чувствую себя очень маленькой. Спасибо. Даня молодец. Я тоже. Ну что ж, спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, что наша новая рубрика Лока Пипл вам понравилась. В любом случае, мы будем продолжать знакомить вас с игроками любимого клуба. Я не прощаюсь. Говорю пока-пока. Мы напоминаем, что ООО РЖД, генеральный спонсор футболевого клуба Локомотив Москва, по-моему, просто блестящее начало здесь. Очень круто. Да, будешь смотреть остальные выпуски, имеешь? Сто процентов. С кем бы вы следующий выпуск хотели посмотреть в Лока Пипл? Если кого-то звать из-за какого-то... Вот Даню Худякова посмотрели, кого следующий, Рабу? Да. С кем бы интересно было бы? Ты тоже подумай. Хорошо. Ну, кого-то из молодых, да, наверное? Кого угодно. Или без разницы. Ну, лучше кто на русском говорит. Ну, Баринов, наверное. Дима Баринова, да? Это был мой вариант. Ну, я такой новый, который я не знаю. Я хотел Баринова. Ну, могу Рифата предложить. Да, кстати, просто Баринов и Рифат. Давайте начали по персоналям идти. Так выходит, что Дмитрий Баринов получил повреждение в матче с молодежной сборной России. Сегодня Баринов играть не будет. Да, ему, кстати, очень сложно остановиться. Очень обидная потеря. Да, по составу, пожалуйста, на что обратите внимание? Что вас сегодня удивляет? Как вам кажется? Ну, ну, нет, ничего не пугает. Состав, в принципе, и так понятно было, кто будет играть из ребят. Потому что я смотрел несколько тренировок команды, когда они тренировались здесь до игры. Единственная одна позиция, вот позиция, две позиции, вернее, Рифата и Баринова было под вопросом. И я думаю, тренера нашли, наверное, вот именно оптимальных тех ребят, которые в данный момент они могут чем-то помочь победить, обыграть в «Спартак». Вообще, что касается потерь, наверное, нужно сказать, что есть и еще футболисты, да, которые восстанавливаются. Но при этом Гильермия поправился, выздоровел сегодня уже в заявке. Да, я ввела в заявке, но пока, да, не выходит. Но есть и те, кто еще пропускает. Наверное, здорово, что и Бека-Бека сегодня может играть, да, и кого-то еще мы... И Тим Е2 тоже здесь. Ну, то есть, в общем, по составу все-таки сегодня есть выбор и в запасе тоже есть кем заменить. Что по защите, вот, мне интересно. А что по защите? Ну, как мы будем защищаться? По защите, ну, что могу сказать? Ну, вроде ребята, просто надо больше сыгранности. Все-таки все много очень новых ребят. И поэтому я в связи с этим сравниваю много, когда команда пропускает, именно то, что мало наигранные ребята между собой. И мало играли. Хотя на сборах проходили много игр, но все равно надо побольше времени, чтобы связи наигрывать и в обороне, и в полузащите. Вот смотри, мы очень много говорим про футболистов, но ведь сегодня, наверное, нужно и про судей сказать. Да, потому что так вышло, что у Спартака два тура подряд. Есть вопросы к судьям, и самое, что интересное, что удовлетворяются их. Да, что они ошибки признаются комитетом. Сегодня не получится так, что должок какой-то судьи могут вернуть. Ну, не хотелось в это верить, но посмотрим. С другой стороны, Карасев, лучший орбитер страны, мне кажется, для Карасева тоже очень тяжелый матч. Судейство будет, наверное, тяжелым. Все-таки в таких погодных условиях очень много стыков будет между игроками. Ну, хочется пожелать, чтобы Карасев справился. Сегодня же, кстати, вы первый заметили, что не будет Вар смотреть офсайд. Ну, и слышал, слышал такое, да, что из-за снегопада линию провести не получилось мне. Вот, кому это на руку сегодня сыграет, посмотрим. Ну, а что точно сыграет на руку вам, это регистрация в приложении FonBenz, за которое вы получите 2000 рублей, если зарегистрируетесь по промокоду FCLM. Ну, и давайте, наверное, и про Спартак немножко поговорим. Про состав Спартака, что у нас сегодня? Я помогу посмотреть. Ну, Спартака, в принципе, игра те ребята почти, которые в последних играх выходили только вместо Айртона. Олеся, ты тоскуешь по отъезду Айртона. Вот много мы сейчас говорили в студии тоже про то, что Айртона не будет. Как же без него команда будет походить на такой серьезный матч с Локомотивом? Ну, как считаете? Ну, единственное, да, вместо Айртона кто будет? Или Мозес, или Полусевич. Мне кажется, кто-то из этих двух игроков, кто-то будет играть с левой стороны. Ну, посмотрим, игра покажет. Ну, мне кажется, другого варианта нет. Только вот эти два игрока смогут играть именно на этой позиции. Наверное, про личные встречи нужно поговорить. Я не знаю. Я вот просто очень люблю все эти статистические предрассудки. Ты как? Ну, потому что ты все-таки парень. Я больше эмоционально буду хожу ко всем этим вопросам. Ты, наверное, помнишь статистику, кто кому столько забил, сколько матчей, сколько поражений, сколько было побед на чьем поле, я думаю, да, Миш? Ну, мне просто интересен тот факт, что последняя выездная победа Спартака над Локомотивом в рамках РПЛ была в сезоне 19-20, и тогда было 3-0. Но при этом Локомотив, в принципе, на своем поле не уступил Спартаку в 4 из 5 предыдущих матчей. То есть, одна победа, три ничьи. То есть, можно ли это как-то в плюс, да, расценивать? Не знаю. Все-таки есть ли удобные соперники, неудобные соперники? Все-таки статистика, она такая... Есть, конечно. Такие команды, с кем можно попроще играть. Здесь команды, которым очень-очень тяжело даются игры. Хотя с другими командами, допустим, вот эта команда играет совсем по-другому, а на Локомотив настроиться совсем по-другому. Ну, попадаются такие команды, конечно. Давайте еще раз вернемся к матчу. Мы немножко его уже затрагивали, матч с Ахматом. Да, последняя Локомотива. Да, 3-2. Моментов у Ахмата было предостаточно, но Локомотив, пожалуй, сделал то, что должен был сделать. Впечатления по матчу с грозницами ваши? И что от того матча, может быть, мы сегодня увидим? Ну, впечатлено, что второй тайм ребята хорошо сыграли. Переломили ход матча, хотя немножко складывалось неудачно. Первый тайм, ну, вернее, вторая половина первого тайма. Когда мы пропустили, потом первый гол, потом второй гол. Но радует, что ребята собрались во втором тайме и забили два гола и принести такую нужную победу. Потому что тяжело играть в Грозном, особенно когда проигрываешь. Ну, еще радует, что, по-моему, давно не выигрывали в Грозном. Ну, мне так кажется, я просто не могу сейчас вспомнить. Вообще всегда непросто выигрываю в Грозном. Хотелось бы вот то же самое сегодня повторилось. У меня вопрос теперь, колеси, а здесь как-то относится к программам лояльности различных. Ну, если они выгодны, мне кажется, мне хорошо бы не знали. Я думаю, у тебя есть что рассказать, да? У меня есть программа лояльности для тебя. Нет, программа лояльности теперь есть у Локомотива гораздо более... эффектная, удобная и комфортная для болельщиков. Давайте по этому поводу посмотрим ролик, а потом еще проговорим отдельно. Локомотив открывает счет и делает это как раз Дмитрий Лочков. Это гол с большой буквы. Молхаз Ассатиани 4-3. Московский локомотив завоевал Кубок России по футболу. Локомотив чемпион России по футболу. Уже очень скоро, друзья, валяющики Локомотива, вы сможете поучаствовать в новой программе лояльности любимого клуба. И если раньше были какие-то сложности, нужно было там, например, ехать в офис, покупать карту, ну, в общем, были какие-то. Сейчас все можно в онлайд находить. Все очень просто. Ты берешь и регистрируешься в личном кабинете, и уже ты участник в программе лояльности. То есть, в общем, ничего сложного. Следите за обновлениями. Вагон впечатлений называется вся эта история. Естественно, куда же без железнодорожной тематики. Поэтому новая программа лояльности будет призвана максимально упросить жизнь любого болячика Локомотива. И, конечно же, посетить стадион и покупать что-либо в фаншопе Локомотива тоже станет проще. Вот, например, такую парочку. Да. Симпатично. Теплая, кстати. Нормально, да? Я еще не совсем замерзла в ней. Давайте поговорим про сегодняшний матч, Саркес Ромаисович. Понятно, что все-таки погода... Делать какие-то прям прогнозы сложно, конечно. Да. Погода – это центральная вообще, наверное, тема. Мне интересно, может быть, тоже как мальчику все-таки, вот у кого преимущество при таком поле? У быстрых игроков? У наиболее крепко сбитых игроков? Кому будет проще управлять корпусом? Или с шипами нужно сейчас очень важно не ошибиться? Мне кажется, еще вратарям надо быть прям максимально внимательным. С шипами – это однозначно надо угадать. С шипами. Ну и легче, быстрых и техничных футболистов легче на таком поле играть. Потому что они могут с мячом хорошо убежать, обыграть противника. А те игроки, которые немножко... Неповоротливые. Да, неразворотливые, им немножко тяжело на таком поле. Могут вылететь куда-нибудь случайно, проехаться там. Чем команда техничная, тем и полегче будет при таких условиях играть. Возвращаясь к истории фунтбета, я у тебя забыл спросить. Ты-то думаешь, кто сегодня голы забил? Кто? Да. Ну, я думаю, что Фухта должен по-любому забить. Тебе должен? Он тебе обещал? Он должен всем нам обязательно это сделать. Может быть, даже два. Буквально несколько минут остается до матча. Как вы сейчас наверняка уже делаете ваши ставки, ваши прогнозы. Ну и хочется ваш прогноз на сегодняшнюю встречу с Аркисером Мэйсом. Прогноз? Да. Нет, то, что должно выиграть, это однозначно. Ну, 2-1. Я думаю, 2-1 выиграет. Но, а выиграет Локомотив 2-1 мы узнаем чуть позже. Потому что что? Потому что сейчас принято решение. Мы еще точно не знаем, будет ли матч. Да, принято решение, что игра откладывается на 30 минут. Буквально только что нам это сообщили. И посмотрим, что будет через 30 минут. Мы, наверное, ну, как минимум должны напомнить, что ОАО РЖД по-прежнему генеральный спонсор футбольного клуба Локомотив Москва. Мы, пожалуй, немножечко погреемся. Да, я думаю, что настало время. Будем ждать решение по матчу. И будем ждать решение по матчу. Да, 30 минут, друзья, у вас еще есть для того, чтобы, не знаю, налить чайку. Подписаться на... Будет это потеплее, если вы где-то на трибунах. Да, подписаться на соцсети Локомотива. Зарегистрируется в приложениях. Ну и ждем, верим, что футбол сегодня состоится. Но кто-то там наверху очень хочет внести коррективы. Что-то нам намекает, да, о чем погода сегодня, я думаю. Да, мы пока не прощаемся, берем паузу. Все ждем. Снег падает на всех. Все падают на всех. Снег идет, а снег идет. Снежки у нас летят. Да, позвоните, позвоните вашим друзьям и родственникам, скажите им, которые на трибунах, скажите им, чтобы не кидались. Это просто какой-то ужас, я боюсь. На самом деле, да, совсем уже дело не шуточное. На трибунах люди развлекаются как могут, играют в снежки, в нас они тоже летят. Не знаю, почему, может быть, что, почему они в нас летят? Потому что мы так удобно стоим, что до нас можно докинуть, как пешкач. Или, может, мы не нравимся людям, может, такой вариант. Если мы вам не нравимся, позвоните по телефону. Поставьте дизлайк, но не кидайтесь пешками. Да, давайте серьезно. Да, пока в нас еще ничего не прилетело, мы постараемся озвучить то, что происходит. Матч был перенесен на 30 минут, аккуратно, Олеся. Матч был перенесен на 30 минут, и пока новой информации нет. Да, новой информации нет, но... Так, но по последней информации... На самом деле, хочется передать большой привет всем, кто сейчас на трибунах мешает вести эфир. Непонятно, неужели непонятно... Мы как профессионал, не будем вращать на них внимания. Да. По последней информации, матч может начаться через 30 минут, 20-30. Да, Миш? Есть несколько версий сейчас, и одну из них говорит, вот видите как? А вот так вот. Есть несколько версий о том, что будет происходить дальше. Например, есть позиция руководства Спартака, которая говорит, что при том поле, которое и сейчас играть, не представляется, возможно. И если его почистить, то можно с большой натяжкой выйти, но пока все-таки они стоят к тому, что опасно выходить в таком состоянии на поле. Да, будем просто надеяться на то, что возможно, возможно, все-таки нам удастся сегодняшний матч начать. Но я думаю, что сейчас гораздо более серьезные статусные люди решают над тем, что делать дальше. Так вот, продолжаем. Пока в нас продолжают лететь снежки. Вот твой замечательный коллега на программе «Все на матч», товарищ Евневич, говорил, я становлюсь все мокрее и мокрее. А мы сейчас становимся все снеговее и снеговее. Да, видишь, Миша, ты снял капюшон как профессионал, а я все еще скрываюсь под ним, потому что если мои волосы попадут под снег, я буду выглядеть просто как мокрая курица. Нет, просто... Я прячусь немножко. Снеговею, но в тепле. Просто у меня мама подальше, чем у тебя, она мне за то, что я без шапки настучать не может, вот и все. Да, но меня снежком докинет, кстати говоря, если что. Что еще? Олесь, давай пока у нас есть возможность, может быть, коль мы поговорили про Худякова, такое клевое интервью с ним, новая рубрика, программа. Какие у тебя были идеи? Вот ты нас спросила, мы сказали в один голос Баринов. Какие у тебя были мысли? Я тоже думала про Баринов, потому что он для меня всегда был такой интересной фигурой. То есть я вижу, в каждом матче, насколько он душой и эмоционально подходит к каждой игре. То есть он реагирует на каждый момент, он выкладывается, он очень близко к сердцу это принимает. Мне было интересно, я не обращаю внимания, было интересно поговорить с ним, узнать на самом деле ли, как он относится к каким-то серьезным моментам. Он же, по-моему, без желтых не проводит ни один матч, и это уже его какой-то стиль и фишка. И поэтому я думала насчет него, но можно было и по молодым пройтись. А какой блиц? Какой блиц можно было... С блицом вообще сложно. Вот, ребята, у меня завтра, возможно, будут синяки на теле. Нет, мне просто интересно... Вы бы видели лиц этих дней... Они просто счастливы. Мне кажется, эти люди в последний раз видели снег еще в 96-м. Поэтому сейчас они счастливы так, как будто я не знаю, но... Вот как тебе блиц в раздевалке? Вообще идея с блицом в раздевалке для футболиста? Очень круто. Вот мне интересно, какой бы блиц был для Барина. Мне было вообще сложно придумывать вопросы, потому что хотелось сделать все такими нейтральными, по-человечески интересными, чтобы раскрыть игрока не как профессионального футболиста, а просто как человека. Потому что Даня очень скромный. Даня не любит про себя говорить. И чтобы его показать, и чтобы ему не пришлось долго развернуто отвечать... Это будет самый классный эфир в моей жизни, по-моему. Хотелось дать какие-то четкие и понятные ответы. Каждый развлекается как может, но вот сейчас за нашими спинами... Вот очень важно видеть, что происходит за нашими спинами, потому что там сейчас какое-то полотнище появляется на поле, и по-прежнему грузится снег в прицепы тракторов. Ну, я не знаю, насколько возможно сейчас спасти ситуацию, потому что снег продолжает валить с той же скоростью, с которой он валил до этого. Да, несмотря на все. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу и с вами на какое-то время попрощаемся. Если будут какие-то новости, мы обязательно выйдем в эфир и будем контактировать. Да, в 20.30 начало вполне возможно все-таки состоится. Да, но мы смотрим, как тщательно сейчас все-таки пытаются очистить поле от снега, и надеемся, что это получится. Да, друзья, нам пора в избежание того, чтобы мы получили черепно-мозговые травмы, все-таки отправиться, наверное, тоже на небольшую паузу. Да, смотрим, ждем начала матча. Надеюсь, что он будет. Пошли, Миш. Друзья, мы всех снова приветствуем на РЖД-арене перерыв этого затянувшегося матча, прямо скажем, потому что, ну, начался он несколько позже, чем планировался, если говорить точно, только на целый час позже. По-прежнему Михаил Ламет и Саркис Аганисян для вас в студии. Саркис Арамаисич, ну, прокомментируйте все, что происходило до матча, а потом уже и первый год. До матча вы имеете в виду... Задержку. Стоило ли играть или стоило перенести? Вот мы увидели этот первый тайм, мы с вами обсуждали, как будет играть, тяжело, не тяжело. Ну, тут такой момент, все это решает профессиональная лига, все это решает. Тут мы хотим, не хотим, вот это, конечно, да. Самое главное, чтобы без травм все это было. Ребята травм не получили, самое главное. Ну, конечно, немножко в зрелищности такого нету по такой погоде. Но ребята стараются, насколько это им тяжело. Сразу видно, что контроль мяча, контролировать мяч очень тяжело. Мяч все время отскакивает. И на таком поле от снега любой отскок не предсказуем. Поэтому, так и предполагали, очень много будет контакта. Физически ребята очень выкладываются. И думаю, второй тайм еще тяжелее будет ребятам. Ну, тогда, наверное, придется какие-то замены делать. Свежих ребят выпускать на поле. Чтобы хотя бы темп игры поддержали. Как вам кажется, почему, несмотря на все сложности погодные, да, поле и всего остального, почему у Спартака пока побольше моментов и даже гол был забит, который отменили из-за офсайда? Ну, то есть у Дикову действительно больше приходится работать, чем вратарю Спартака. Ну, мне кажется, немножко вроде Локомотив побольше мяч контролирует. Но все равно опасные моменты возникают у ворот Локомотива. Ну, я это, думаю, с тем могу сравнить. Потому что ребята очень высоко играют, команда, защитники. И любая потеря, как с голом получилась, любая потеря в центральной зоне на нашей половине сразу играется в длинную на убегание нападающих. А тут им возникают моменты. Ну, хорошо, Даня Куликов... Несколько раз спас команду. Да, он пару раз, да, спас команду. Но все равно надо быть на чеку. Давайте сейчас посмотрим статистику. У нас есть возможность понаблюдать за цифрами, которые этот первый тайм насытили и так. Один удар у Локомотива, ноль в створ. Что удивительно, по такой игре, по такому полю всего лишь одна желтая карточка. То есть даже фолы по неосторожности могли бы происходить, не говоря по-другому. Ну, насколько возможно. Видно, ребята аккуратно играют. Может, действительно, они знают, что Карасев может желтой красной дать сразу. Поэтому, может, действительно, ребята стараются, насколько возможно, корректно играть. Ну, а то, что ноль ударов в створ. Вот я вас, помните, спрашивал перед матчем, у кого преимущество все-таки у легких быстрых футболистов или у тех, кто твердо стоит на ногах и в какой-то мере лучше скоординирован. А в итоге получается, что почему-то нападение у Спартака пока побольше. Ну, тяжело, потому что играть в обороне проще. Мяч выбил и все. Чуть подальше. Потому что все равно контролируется так, как при обычной, когда трава, еще проще мяч под контролем держать. А здесь от снега мяч все время отскакивает. Поэтому атакующим игрокам немножко тяжело. В этом плане защитки им попроще. Поэтому, наверное, мало таких опасных моментов и ударов издалека. Любопытная статистика касательно перерыва. Футболисты Локомотива не отличались после перерыва в шести последних личных встречах на своем поле. То есть именно здесь, на РЖД-арене, в шести встречах со Спартаком Локомотив после перерыва не забивал. Но может ли это нас пугать сейчас или это не имеет никакого значения? Да, я думаю, не имеет это значения. Но не получилось нарушить эту ситуацию, конечно. Но хочется верить. Может, во втором тайме повезет. При этом, да, как контраргумент, сразу же отменяешь и статистика, чтобы не пугались, что в пяти предыдущих матчах со Спартаком в премьер-лиге Локомотив не успел. Он упал после перерыва. То есть три победы и две ничьи. После перерыва Локомотив Спартаку не проигрывал в последних пяти встречах. Кстати, что касается погоды, наверное, мы можем немножко рассказать о том, какая обстановка. Снег прекращается, друзья. Зима все-таки заканчивается. Есть ощущения. И поле сейчас активно за нашими спинами чистят сразу несколько таких очень милых тракторов маленьких. Плюс помогает пехота с лопатами. Поэтому есть шанс, что во втором тайме все-таки футбольное поле больше будет походить на футбольное поле, а не на лидовое. Ну, согласен, да. Сейчас мало снега. Я думаю, немножко уже поинтереснее будет. Игра пойдет. И побольше опасных моментов будут возникать. И самое главное, издалека будут бить по воротам. Ну, или просто хотя бы в створ попали игроки. Когда в створ идут удары, все-таки есть надежда, что голы будут. Кто-то запомнился вам по первому тайму особенно в той и в другой команде? Кого можно выделить по этому снежному футболу? Ну, пока тяжело кого-то выделять. Потому что такая игра идет. Все стараются. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Пока мне тяжело как-то кого-то выделить. Друзья, пока мы с вами обсуждаем футбол, есть очень важная вещь, о которой тоже ни в коем случае нельзя забыть. Дело в том, что 25 апреля, уважаемые болельщики «Локомотива», отметьте себе в календаре, в заметках, где-нибудь в телефоне. 25 апреля в рамках Всероссийского дня донора на РЖД-арене будет организован пункт сдачи крови. Это всегда очень важная история. И всегда, может быть, даже мы не задумываясь, теряем возможность кому-нибудь очень-очень сильно помочь. Так вот, 25 апреля, во Всемирный день донора, на РЖД-арене будет организован пункт сдачи крови. И, конечно же, мы всех приглашаем присоединиться к этой акции. И все те, кто придет, все те, кто найдет на это время, обязательно получат памятные сувениры от футбольного клуба «Локомотив». Давайте будем немножко внимательнее друг к другу и давайте помогать друг другу. Ну, мы с Аркисом Ромаисовичем, наверное, еще сейчас немножко обсудим перспективы второго тайма. Есть некоторые... Были все-таки повреждения Джики, Ахромал, да, мы видели. То есть, наверняка сейчас могут быть какие-то замены. По такой игре вообще есть ли смысл менять тактику или лучше выпускать футболистов точечно вместо друга по позиции? Ну, мне кажется, пока, наверное, никаких замен, если никаких травм, то никого не будет тревожить. Я думаю, пока, наверное, как-то изменили, потому что вроде игра идет, никто так грубо не ошибается из игроков. Я думаю, тренера пока будут подождать, пока. Ну, во втором тайме уже, наверное, будут какие-то замены. Ну, мне пока так кажется, что замен не будет. Давайте все равно на всякий случай назовем запасных локомотива. Есть Маринато Гильерми, который, наконец, выздоровел и в запасе сегодня присутствует. А также голкипер Никита Матюнин. Из полевых Максим Нинахов, Мац и Рыгус, Артур Черный, Данил Куликов, Максим Петров, Кирилл Зинович, Артем Карпукас и Дмитрий Рыбчинский. Что, наверное, бросается в глаза, по большому счету, если прям в атаку, то только, наверное, Кирилл Зинович. Ну да, к сожалению, в атаку нет такого острого форварда, чтобы выпускать, если понадобится. Но, может быть, какой-то выход тренер найдет, если понадобится такой вариант усиливать атаку. Ну и пока у нас остается буквально совсем немножко времени, вспомните свой, самый тяжелый в плане погодных условий матч. Ну, сейчас, конечно, тяжело вспомнить, но все равно где-то весной или поздней осенью где-то были игры, что на ужасном поле играли. Я помню одну игру в Самаре, когда Локомотив играл с крыльями Совета. Но я в этой игре не участвовал, но поле было просто ужасное. Здесь стоит отметить работников стадиона, всех тех, кто среагировал на эту очень непростую погодную, я бы даже сказал, ну, апокалиптическую ситуацию, и принял решение, и все-таки предпринял все возможные действия для того, чтобы матч сегодня состоялся. И прямо за нашими спинами эти люди продолжают трудиться для того, чтобы футболисты вышли на поле и показали, насколько это возможно, красивый, зрелищный футбол. Здесь огромное спасибо всем, кто в этом процессе принимает участие, и те, кто принимал решение, и те, кто сейчас с лопатами в руках или будучи за рулем вот этих маленьких милых тракторов, сейчас помогают российскому футболу. Мы отправляемся смотреть второй тайм, и встретимся с вами на этом же самом месте сразу после окончания матча. И кто теперь скажет, что этот матч стоило перенести? Все-таки Локомотив в эту зимне-апрельскую встречу выигрывает 1-0. Гол Исидора приносит три очка железнодорожникам, и мы сейчас с Саркисом Аганесяном попытаемся все-таки зарезюмировать этот бесконечный футбольный вечер в российской премьер-лиге. Локомотив «Спартак» 1-0. Саркис Армейсиш, делитесь эмоциями. И место, конечно, самое положительное. Как, в принципе, думали в перерыве, что если снег уберут, будет уже только трава, качество футбола повысится. Вот и, пожалуйста, и во втором тайме увидели больше осмысленных движений у футболистов, больше красивых атак. Ну, где-то, может, завершение хромало, но все равно видно было, как это ближе похоже на футбол, чем на снегу играли в первом тайме. Для тех, кто не видел, еще раз напомню, гол забил Исидор, и когда уже казалось, что матч катится к нулевой ничей, ну, можно было сказать, что игра была все-таки ничейная, и Локомотив за счет чего? Характера, прежде всего, желания? Чего? Ну, за счет характера, за счет конкретно индивидуальной действия одного человека, то, что мог, одним ударом решить исход встречи. Ну, в принципе, все к этому и шло. Если не будет ничья, то будет один гол, и все. Ну, так и получилось. По поводу лучшего игрока матча, которого определили эксперты матч-премьер Данила Худякова, согласны? Я согласен полностью с Данил Худяковым, потому что, действительно, он очень в первом тайме спасал, во втором тайме спасал. Ну, я бы еще добавил и Исидора тоже. Как человека, который... Да, как тоже один из лучших игроков, который, ну, действительно, своим индивидуальным действиями, он выделяется, выделяется в Локомотиве, в последних играх особенно. Действительно, матч получился очень непростым, не только из-за погодных условий, но первый тайм как-то все-таки казалось визуально больше остается за Спартаком. Вот мы, понятно, не были в перерыве, да, в раздевалке. Мы не знаем, что сказал тренерский штаб, но ощутимо игра поменялась у Локомотива во втором тайме. Только ли это из-за снега? Или вы увидели футбольные какие-то вещи, которые... Ну, здесь тяжело сказать, что конкретно повлияло. Может, действительно, в перерыве тренер, может, по каким-то моментам указал, надо немножко действовать по-другому, больше надо через фланги играть, потому что видно было, ребята начали... Очень много через фланги пошли прострелы, подачи и слева, и справа. Ну, вот где-то вот один из таких атак, вот и через забегание Рыбуса игрок переключился на Рыбуса и освободил Изидора, и тот ушел в середину и очень хорошо попал в дальний угол. А если мы говорим про Рыбуса, это значит, мы еще и говорим про удачно сделанные замены. Тоже, тоже, да, тоже немаловажный фактор. Удачные замены тоже повлияли. Потому что, мне кажется, тренер хотел вот этот темп поддержать и выпуская на игру свежих ребят, то, что ребята, кто вышел на замену, доказали это. Давайте сейчас посмотрим на статистику матча. У нас есть возможность обратиться к цифрам. Итак, цифры сегодняшней игры. Напомню, в первом тайме был боль в графе ударов в двор ворот, и всего лишь один, в принципе, в графе ударов у локомотива. Что же у нас сейчас будет по итогам этого матча? Хотелось бы все-таки понять, если есть такая возможность. Мы пока можем только гадать, но в целом главные цифры, они на табло, как говорится, все остальные, это для любителей статистики. Да, ну, конечно, главное 1-0 и 3 очка, главное. И всех игроков хотел бы поздравить, болельщиков, что действительно в такую плохую погоду, в таких условиях, они поддержали команду до конца. Вот цифры. На ваших экранах по ударам сравнялись 5-5. И любопытно, это единственный удар в створу локомотива сегодня. Ну, тем более ценнее, что один удар и три очка. Ну, не всегда так бывает, но это футбол. А иногда бывает, что ни одному удару, но команда 1-0 выиграла. Вот как так получается? Смотрите, все легионеры пришли сразу ко двору, сразу начали давать результат. Как-то уже из футбольного опыта, много лет смотря в футбол, всегда есть вот это выражение. Легионеру нужно адаптироваться, нужно сыграться с партнерами, привыкнуть к стране, вообще к языку, ко всему. Тут все приехали и сразу все дают результат. Ну, тут, мне кажется, больше от футболиста, от человека зависит. Если человек захочет, он будет сразу привыкнуть. Если нет, будет очень долго адаптироваться к этому, к футболистам, команде, к стране. А есть люди, которые, им дается это в кратящие сроки. Пятое место у Локомотива после этой победы. Плюс три очка и 37 в сумме. 38 у Сочи, который завтра проводит свой матч против Зенита и вполне может очки потерять. Это значит, что Локомотив начинает подбираться к вот этой вот лидирующей четверке. Ну, хотелось бы, да, надеяться на это, что с каждой игрой будут выше и выше подниматься ребята, команда по турнирной таблице. Ну и давайте про следующих соперников Локомотива тоже поговорим. 10 апреля Локомотив в гостях встречается с Ростовом и 17-го затем как раз с футбольным клубом Сочи. Вот эта игра, что называется, как всегда, за 6 очков, да? Ну, конечно, очень тяжелая игра. Особенно ребята должны ехать на поезде в Ростов. Все-таки там... А все уже отвыкли от такого вида транспорта? Непривычно. Многие ребята даже уже забыли, когда последний раз в поезд сели. Ну, ведь поезда, локомотивы должны приносить удачу. Ну, я не сомневаюсь, потому что в наше время мы всегда на поезде ездили, на выездные игры в наше время. Ну, если такая же ситуация, ну, что делать? Надо добираться вот таким путем. Тут другого не дано. И тем более, Ростов очень принципиальный соперник. В данный момент они сегодня проиграли дома, домашних стенок. Поэтому они будут, насколько возможно, будет сильно готовиться к этой игре, чтобы показать локомотиву, что они не будут сдаваться. Будут играть до конца. Потому что у них и турнирная ситуация не дает им расслабляться. Плюс локомотив раздорожитель, который, команда, которая борется за высокие места. Ну, и к тому же еще вернется после дисквалификации Жамалетинов. Будем надеяться поправиться Баринов. Да, в это очень хочется верить, что Баринов поправится до 10-го числа. Ну, я на это очень надеюсь, потому что он дух команды Баринов. Он сейчас один из лидеров, считается. Ну, надеемся, все выздоровеет, все будет нормально у него с ногой. Возвращаясь снова к факту, что локомотив должен будет добираться на игру на поезде. Все-таки, как ни крути, многие играли за молодежки в командах ФНЛ, где этим видом транспорта чуть ли не постоянно добирались до места проведения матчей. И что-нибудь хотелось бы от вас? Самое интересное из прошлого истории поезда, вот это вот все, как мы любим. Как оно было? Не, ну, там в наше время как было? Добавляли два хороших вагона, СВ, вагон самых лучших качеств. И мы... А, ну, я думал, и плацкарт сейчас скажете. Нет, 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 слава богу, там немножко тяжело будет. Я думаю, все-таки там ребята должны отдыхать, а так будет некомфортно, я думаю, если будет плацкарт. Тут все надо обезопасить ребят, чтобы поменьше контактировали. Чтобы все было по-домашнему, да? То есть если все-таки локомотив едет поездом, взять с собой курочку, яички, помидорчики, чтобы хорошее настроение поездов добрались и с Ростовом удачно сыграли. Саркис Робейсович Аганесян, Михаил Миломед сегодня для вас в этой студии работали. Также Олеся Серегина, моя замечательная соведущая. Несмотря на все сложности, локомотив их преодолел, причем как, говоря о футболистах и тренере, так и благодаря работникам, которые позволили этому матчу состояться. Этот вечер заканчивается, и многим уже действительно пора ложиться спать. Практически 11 часов вечера мы тоже, пожалуй, поедем по домам. Спасибо вам. И вам спасибо, и всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова